друзья всем привет мы купили дом в краснодаре за моей спиной ряд домов который в данный момент строится и один из этих домов уже наш мы его приобрели продали дом в другом городе краснодарского края и купили дом в краснодаре приобрели мы его у компании nvm скорее всего вы про нее слышали данная компания является застройщиком изумрудного города золотого города и коттеджного поселка крепость в котором мы как раз и купили дом есть коттеджный поселок крепость который наверное будет самым крупным проектом данном данной компании и в центре этого поселка есть улица на которой строится ряд квадрохаусов один из которых мы приобрели сейчас я вам сделаю небольшой обзор дома чтобы всем было понятно квадрохаус это дом на четырех хозяев и мы купили одну четвертую дома я покажу как этот дом выглядит снаружи как наша часть выглядит изнутри и мы сможем с вами обсудить некоторые плюсы и минусы застройщика и качество строительства данных домов ну что давайте сделаем обзор одной части дома входная часть комната при входе это кухня гостиная самая большая комната в доме предусмотрено окно и пластиковый блок с дверью и окнами входной идем дальше здесь второй вход в дом место под дверь такой коридор из которого можно попасть либо на второй этаж либо в санузел санузлы конечно компактные но большое преимущество что их в доме 2 на первом и на втором этаже также на первом этаже есть еще одна большая комната которая может служить кабинетом комнаты для гостей или даже спальной на усмотрение владельцев это у нас первый этаж давайте поднимемся на второй этаж такая у нас лестничная часть зона лестницы с глухой стеной и на втором этаже у нас слева два входа в маленькие спальни вход в санузел и вход в большую спальню давайте по порядку это первая небольшая спальня на втором этаже с окном обратите внимание что лес для монтажа кровли уже подготовили завезли вторая спальня идем дальше тут у нас такой вот уголок санузел второго этажа с окошком компактный но при правильной планировке можно очень все хорошо и красиво здесь сделать и большая спальня второго этажа кого интересует планировка и квадратура каждой комнаты напишите в комментариях спускаемся вниз на первом этаже попрохладнее конечно это кстати место под вытяжки предусмотрено думаю для первого раза такой экскурсии будет достаточно если есть вопросы обязательно задавайте пока это все находится в поле но уже обратите внимание что на той стороне улице заложены фундаменты под несколько домов это продолжение коттеджного поселка крепость вы скажите почему мы купили дом именно в нвм да потому что мы проанализировали рынок недвижимости рынок малоэтажного строительства в краснодаре и поняли что оптимальное сочетание цена и качество есть именно у данной компании и так как мы были ограничены бюджетом мы не хотели брать ипотеку либо кредит то есть мы продали дом в другом городе и за эти же деньги хотели купить дом здесь нам этот вариант подошел этот застройщик эта компания и не является исключением в том вопросе что отношение клиенту до заключения договора и после заключения договора разные например меня сейчас самый главный вопрос который интересует по моему дому это то что перегородка стена между соседней частью и нашей сдвинута в нашу сторону 84 сантиметра до угла это расстояние от перегородки между нашей стороной и соседями со стороны соседей сейчас замеряем с нашей стороны с нашей стороны расстояние от перегородки с соседями до угла 70 сантиметров если быть точным 70 с половиной то есть стена перегородки смещена в нашу сторону больше чем на 10 сантиметров почти на 15 сантиметров в нашей части дома украли пространство которое на каждом этаже скорее всего составит где-то по два квадратных метра или как минимум по одному и таким образом наша часть дома стала меньше только из-за того что неправильно была установлена стена перегородка меня это волнует и на том этапе когда стена была еще совсем на начальном этапе то есть было выложено 2-3 ряда блоков мы обратились к бригадиру к главному прорабу как нам и говорили до заключения договора если у вас есть какие-то замечания по строительству по качеству работ то вот вам номер прораба звоните и он будет должен каким-то образом среагировать на ваше обращение мы звонили ему несколько дней не знаю пять или шесть раз в общей сложности трубку никто не взял написали ему также на ватсап но ответа не последовало позвонили в строительный отдел компании там специально обученная девушка очень любезно объяснила что скорее всего он занят не может ответить скидывайте всю информацию мне на ватсап я ему передам мы отправили замеры и фотографии показали что именно нас не устраивает и она сказала что все передаст бригадиру прошла одна неделя две недели три недели четыре недели тишина после этого я сам уже написал в этот строительный отдел на ватсап куда скидывал информацию спросил как обстоят дела с решением наших вопросов и меня просто проигнорировали ничего не ответили по сей день хотя с того момента как мы переписывались и уже прошло два месяца то есть это к разговору о том что до заключения договора и после заключения договора с вами будут общаться по-разному но нужно понимать один момент что до заключения договора с вами общается отдел продаж его единственная цель продать тот продукт который у них есть каким бы он ни был а когда вы заключили договор и внесли оплату причем полную стопроцентную оплату с вами уже общаются другие службы данного застройщика отдел строительства отдел работы с клиентами которые скорее всего просто не заинтересованы в каком-либо решении ваших вопросов или они не мотивированы к этому одним словом единственный вопрос который у нас на данный момент возник по качеству строительства он не решен кто виноват неизвестно если в компании допускается такое отношение клиентам после заключения договора возможно это норма либо руководитель просто не знает что происходит в его компания будем надеяться что во всем остальном данная компания покажет себя хорошо плюсом на данный момент могу выделить такой момент что строительство постоянно идет то есть даже сейчас в жару на площадке очень много людей строителей и постоянно ведутся работы практически в каждом коттеджа это очень важно если мы будем сравнивать компанию и какие-то частные бригады которые вы могли бы нанять для строительства дома то тут явное преимущество на стороне компании потому что потому что частные бригады позволяют себе просто не выходить на работу теряться на неделю или на месяц и так далее и тем более не нести ответственность за результат своей работы тут же мы заключили договор с компанией которая скорее всего я думаю что в те сроки которые указаны в договоре должна выполнить свою работу и выполнить ее на определенном качественном уровне и уже сейчас видно что строительство идет два месяца назад я был на этом объекте я вам покажу кадры на коттеджах был только один этаж на всех этих коттеджах сейчас уже два этажа плюс первые коттеджи улице уже почти накрытые это очень приятно что работы ведутся и работы ведутся постоянно будем надеяться что мы не ошиблись с выбором компании для строительства дома в краснодаре а это смотрите видимо закладываются септики для канализации для каждого дома впереди и сзади даже больше того для каждого для каждой части дома отдельный септик квадрохаус подразумевает четыре хозяина у одного дома дом делится на четыре части и у каждой части свой септик своя канализация и своя водяная скважина что касается качество кладки то я бы сказал что она но среднего уровня до верхняя часть окна то есть перемычка над окном скорее всего сделано неправильно она провисает конечно такого быть не должно если тема дома в краснодаре для вас интересно можете задавать свои вопросы так как наш дом сейчас находится на этапе строительства мы сможем делать обзоры с определенной периодичностью показывать вам процесс строительства и отвечать на интересующие вопросы и возможно сможем дать совет тем кто еще только собирается приобретать дом в краснодаре обязательно пишите в комментариях свои вопросы как я уже сказал приятно что ведутся работы что весь материал для строительства есть что на восемь квадрохаусов брошено сразу несколько бригад что позволяет дать определенные хорошие темпы строительства возможно кто-то из вас уже купил дом в коттеджном поселке крепость или на другом объекте компании нвм если не сложно поделитесь с нами своим опытом информацией возможно мы чего-то не знаем чтобы ничего не упустить если данное видео будет набирать комментарии и лайки то я думаю буду приезжать на объект почаще и показывать вам ход строительства